всем привет дорогие мои друзья не рада вас приветствовать на канале мари арт живопись маслом меня зовут марина бердник и сегодня просили написать еще работу мазочками вот мы кодом они писали я подумала решила что мы напишем еще одну работу кодом они холстик у меня 20 на 30 вытянули такой формат загрунтован он у меня темперой я уж как-то говорила да что у меня купила я ошибочно вместо масла темперу вот и периодически работаю на таких вот тонированных холстах это очень удобно подписывайтесь на канал если не подписаны включайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео мы с вами начинаем работать и разбавитель white spirit без запаха кисть щетинка такая вот небольшая в принципе этой щетинкой будет выполнена полностью работа белилки с голубой я намечаю разделила приблизительно пополам чуть ниже середины будет линия горизонта вот здесь вот она будет неровная до холм будет справа повыше слева от середины пониже намечаю такими легкими контурами там где у нас будут деревца домики домики тоже не выписываем сейчас прям там идеально как-то такими вот небрежными линиями намечаем лишь бы понимать какой у них примерно размер между ними там деревья здесь вот будет линия воды тоже она у нас будет такая вот не совсем ровная правая часть у нас будет немножко как под наклоном там вот тоже деревца будет здесь будут яхты одна такая самая высокая большая рядом поменьше там совсем маленькая и как бы слева края с таким выгнутым парусом регата у него много таких работ именно регаты разнообразные вот такими штор очками будет у нас небо то есть эти вот шторки они будут слегка потемнее середина работы будут немного посветлее белила голубая fc и пачкаем чтобы голубая fc с белилами дают такой прям нежный нежный голубой да нам такую не надо поэтому мы немного пачкой мы добавляем индиго и маленькими мазочками видите я заполняю коротенькими мазочками все это дело туда же добавляю белила с красным таких вот моментов серединку ведь я постепенно делаю светлее но как бы вот эти шторки я нарисовала но конкретной какой-то четкой такой границы что вот видно да что здесь темнее там светлей посередине такого нет то есть плавненько как бы переходим светлый и периодически я замешиваю новые оттенки да то есть я не мешаю полностью на небо там какую-то большую кучу краски да и покрывая полностью холст а именно вот по чуть-чуть и как бы закрываю чем это хорошо то что у вас в любом случае вы не попадете в оттенок в предыдущий да и он у вас будет отличаться и это хорошо в небе должно быть движение мазочки светлее темнее так будет мне бы осмотреться живее разнообразнее но помню про то что серединка у меня посветлее да я туда добавляю больше белил то есть смотрю если мне надо подпачкать я добавляю индиго либо можно красненького к примеру да там же у нас светло чтобы сильно индиго не пачкать серединку светлую то есть нужно красненьких таким вот образом коротенькими мазочками не сильно пастозно на разбавителем я скрываю небо то есть и сейчас вот если присмотреться как бы видно что до края чуть-чуть они у нас темнее а серединка немного светлее и более таких вот типа что-то облачка какие-то просто горизонтальными мазочками показываю какие-то облачка и тоже в темный захожу свет вот эти вот в пока одну не так какие-то вот самые яркие моменты вот пока на кисточке много краски до светленькая акценты ставлю в середине потом постепенно красочка заканчивается и я расхожусь остатками краски уже в темные углы также имеется белила с охрой такие оттенки в небе то есть тоже добавляю их охра с белилкой наносим таких мазочков так вот побегали побегали кисточкой везде-везде то есть не задумывайтесь что вот здесь не надо нанести приц не прицеливайтесь то есть быстрыми быстрыми движениями наносим такие вот мазочки индиго с голубой фэц и примут краешек кисточки с пачком то есть и нет никакой пастозности такой рябушки добавляю еще более темненькой и то есть я заполняю где-то еще добавляю ох рачки где-то вот более темных да где-то если требуется более пастозно красный с белилками то есть сидим такое интересное несамысловатое небо то есть видно да вот сейчас ему смотрится таким сложен много оттенков там а по сути мы что мы просто разносили разнообразные мазочки по всей поверхности этого неба значит домик да сейчас прорисовываем крыша красненькая у нас такая красный с коричневинкой можно боковая часть посветлее то есть с оранжевым белилок можно туда белилки берем вот так вот обратите внимание как вот я набираю красочку я не зачерпываю ее да а как бы по палитре я веду кисточкой да и подбираюсь постепенно к белилкам и красочка на краешек кисточки захватывается буквально там пачкает ворсинки и уже вот так вот маленькими маленькими порциями я добавляю в какой-то свой основной замес до которым не нужно высветлить и тем самым постепенно постепенно высветляю лучше проделать вот такую такое движение несколько раз и вот так постепенно до высветить оттеночек пробуя на холсте допустим да потому что на палитре он все равно на белой палитре смотрится допустим очень темно а на холсте когда рядом другие оттенки уже смотрится совсем по-другому цвет и вот так постепенно добиваюсь и у такого видите да боковые стеночки какие вот оранжево разбеленные какие-то светлые участки что-то типа окошек то есть ничего не выписывать не старайтесь там какие-то идеальные ровные линии проводите то есть такое вот крыша вот с правого края немножко у нас выступает за стену да то есть побольше небольшой наклон крыши вот это вот обязательно помним и вот добавляю что-то типа колонны или там терраса какая-то желтый с белилками какие-то более освещенные моменты индиго набираю немножко какие-то возможно там теневые моменты красненьких оттенков ну то есть у него у мане на работе тоже вот там вот масса вот этих пятнышек и как бы если посмотреть а то сказать что мы что-то конкретно там четко видим нет мы смотрим и наш ул уже до меня мозг сам достраивая всю эту картинку что там какие-то окошки какие-то пристроечки или что-то то есть так и мы наносим то есть вот там вот я увидела пятнышки два темненьких у нас ниже там был два человечка скорее всего солнечный день такой да и скорее всего это у них зонтики в руках чтобы спрятаться от солнца вот здесь на домике интересная такая как наверно вход на чердачок крыша красная а вот этот посветлее немножко и вот индига я его прям капельку капельку обвела каких-то более светленьких мазочка вот наношу кисти плоско положим если мне надо вот то хорошенько да так чтобы красочка легла вот здесь тоже такая вот момент такой скорее всего какая-то фигурка сидит что-то темное либо сидит может там на лавочке или там что-то такое и и что-то светленько пись какая-то одежда ну буквально какой-то пятнышко но уже как бы догадываемся что кто-то есть коричневый с голубой фице можно немножко желтенькой такими вертикальными мазочками делаем деревья дерево слева от домика тем самым этим темным деревом мы видите очерчиваем наш такой вот яркий светлый дом и он у нас становится уже вот контраст и до темное дерево светлый дом и мы уже видим гораздо лучше вот здесь тоже деревца какие-то к низу потемнее кверху посветлее подмешивается цвет неба и это хорошо это нам только на руку это нам показывать то что они у нас там подальше они не настолько контрастные да они у нас более таки расплывчатые получаются в нашем темном дереве тоже более светлых каких-то моменте как вот так это же желтый с охрой то есть не конкретно прям очень светлых то есть видите да темнее вот это коричневого с голубой фэцэ но они не настолько светлые и между ними там тоже не знаю что это какое-то светлое пятно нанесла его и туда же в него немножко для интересности каких-то пятнышек охристых поставила еще добавляю теневую вот здесь от чертила наша вот этот бережок да сверху будет такой вот смотрите смелыми такими мазочками склон холмик наносим охра с желтым с голубой фэцэ можно зеленый фэцэ спускаясь к берегу ближе уже так больше в охру ухожу и внизу у нас там будет лежать парус с яхты парус упал видимо ветер допаду и он у нас будет лежать он у нас светлый и вот чтобы он хорошо читался как вот дерево и дом до контрасты эти то есть мы там прокладываем более такие темные мазочки темной травы сверху вот здесь разбеленные какая-нибудь и голубая фэцэ зеленая фэцэ белила что-то таких каких-то бирюзовых желтинки туда можно ну то есть оттенки светлее чем предыдущий до слой то есть чтобы показать какое-то движение неоднородность вот здесь внизу закрываю пока таким вот темным цветом белила желтенький зеленая фэцэ на берегу что-то типа камышек а либо какая-то вот ну водная травка до которая около водички растет что-то там вот такое вот показываем то есть тоже не особо тонкие дату кисточка насколько она у меня толстенькая не если мне надо более тонкие нанести путь работают только бокам кисточки нанесли таких холодненьких туда же нанесла на более таких потеплее оттенков желтых охристых очертила низ стык с водой красновато охристым на дальнем плане вот там вот показала деревца деревья и фигурка женщины либо девушки там неизвестно кто индиго сначала пятно платья поставила зонтик у нее в руках и какие-то светлые тоже моменты на платье вот буквально видите там просто пятнышки потом поближе покажу вы увидите что там сдалека смотришь как бы и понятно да что там какая-то девушка а поближе это в принципе просто пятна пятна вот здесь охристый такой вот кустик тоже смотрите чтобы он у вас деревья которые на дальнем плане до оттенок подбирать и чтобы отличался у вот его можно допустим дальние деревья очертить более каким-то вот темно-зеленым оттенком чтобы он стал виден вот еще прорабатываете травинки более светлых более темных такое вот движение коричневый красный вот с охрой и голубой офици туда так грязновато такой непонятные до оттеночек кирпичный не кирпичный что-то такое и вот дальний берег за регатами который там будет виден вот таким цветом тоже неоднородно а сверху добавляю где-то красноватых коричневатых оттеночка вот ближе к берегу потемнее там вот тоже какой-то кусточек такой смешивается с цветом небо это хорошо он у нас уходит тем самым на дальний план туда же голубоватых в этот дальний берег оттенков голубоватых коричневатых то есть разных то есть у нас там тоже какое-то движение раз что-то там присутствует там и мы не видим что но для интересностей для сложности мы добавляем просто мазочков тем же цветом как мы делали небо только немного светлее также горизонтальными мазочками мы заполняем водичку там где у нас деревьев не деревья домики там прям до берега не доходим потому что мы там красный цвет будем прокладывать немножко ведь я совсем чуть-чуть оставила а так вот заполняю таким цветом краску сильно не вымешиваю видите где-то белее где-то более голубее водичка получается но горизонтально более сильнее вот голубой fc такими вот более коротенькими то есть вот эти вот пробелы где у меня виднеется вот этот вот холст да мой красновато-коричневый вот я его закрываю тем самым добавляю вот этой вот рябе какую-то водичка он уже не может быть одного какого-то цвета то есть там присутствует много оттенков потемнее посветлее то есть какая-то наряд движения на воде вот так вот мы показываем более светлых но тоже вики беру белилки они такие там уже голубоватые охран коричневый туда же зеленый фацер темненький цвет смотрите вот линия берега вот это вот очень-очень важное такое вот условия вижу работы ваши да и вот эта линия берега у большинства ошибка не делайте ее закругленной вот не делайте никогда это не естественно неправильно смотрится то есть она у нас закругляется но вот короткими горизонтальными линиями как бы ступенчато пускай она уходит это будет более правильно чем вы ее одним мазком закруглите ровно и и теперь вот вертикали проводим до зрительно где у нас дерево находится где у нас домик и отражение такими тоже короткими мазочками красноватые оранжеватые голубой подмешивается ничего страшного сверху можно еще раз нанести чтобы более ярко было но четко под теми объектами которые у нас там вот да хотя они у нас конечно по идее очень далеко стоят но уманы вот так вот они отражаются хотя они должны отражаться по идее намного меньше видны в отражении ну пускай будет так и вот прорабатывают добавляя то есть между вот этими оранжевыми красноватыми моментами у нас остается вот эта синяя водичка вот так написаны мазочками отражения дальние те деревца тоже у нас отражаются ох разбилилками пастозно уже выкладываем паруса наших яхт прям очень очень пастозно красочку оставляем на холсте набираем побольше на кисточку видите такие прям клякс очки остаются бороздочки от щетинки охра и белила такими вот простыми движениями паруса нанесли в одно движение это основание яхты теневую проложила охра с коричневым мачта очертила саму вот эту вот яхточку индиго с коричневым на яхте у нас стоит силуэтик человека и он что-то там кому-то показывает возможно он дает понять что там товарища до яхта упала надо помочь поднять каким-нибудь цветом типа телесным да вот какой-то красновато или оранжевый раз разбеленный вот ну на палитре смотрим у себя не пятнышко поставили лицо его белила желтенький зеленая офицер такой светлый цвет вот это вот яхта которая собственно которой парус упал под небольшим наклоном по диагонали чки и и мачта провели и вот в одно движение вот такой треугольник то есть краешек чтобы сделать треугольник да мы на кисточку не давим там где надо нам сделать пошире надавливаем на кисти тем самым постепенно дала стулья никого надавливаем получается такой треугольничек и коротенькими мазочками немножко светлого отражения на воде и вот такой вот волнистая линия вниз отражение в воде мачты его можно где-то перебить вот этими плечочками дома еще замешивая оху с белилкой рядом вот тоже небольшая яхточка такой вот простой треугольничек да и основание дальше там тоже какая-то маленькая в одно движение паруса в одно движение основания и более охристая яхта слева в интернете искала картинки там вот вот этой вот левой яхты вообще нет то есть более такой квадратные размеры холста то есть что-то типа ну ну 30 30 на 40 наверное полностью вместится более такие вот квадратные можно в принципе ее и обрезать и вот отражение от яхт видите тоже простыми вообще мазочками горизонтальными мазочками с небольшим расстоянием отражение от мачты то есть вот так вот волнисто прокладываем то есть работа такая я думаю справятся многие с ней что не сложно на самом деле и здесь тоже какие-то вот индиго с коричневым какие-то мазочки что-то там силуэтики какие-то и соответственно они же отражаются у нас в воде человечек это тоже у нас отражается сначала мы отражение пар паруса да нанесли потом отражение человечка от всех предметов делаем отражение в воду оттенила чуть-чуть левую яхту там кое-где коричневый с голубой фц деревья еще добавила отражение желтый с белилками немножко добавлю таких мазочках чуть-чуть на отражение парусов вот здесь дерево видите не совсем отражение под деревом то есть просматриваю это и поправляем если у кого не так добавляю темностей под пару чтобы видно было где-то на дальнем плане там более поярче отражение здесь тоже какие-то две маленькие светлые точечки тоже какие-то человечки рубашечки их возможно да там стоят смотрят на яхты черным какие-то мазочки штанишки красный с коричневым вот здесь люди собственно че которые зонтики да мы на домике намечали вот их наметили какие-то черные мазочки штанишки возможно да головушки пятнышки поставили а также светлых мазочков рубашки возможно рукава да это могут быть вот более потемнее зонтики сделала и естественно отражение в воду светленьких отражений там вот от этих людей вертикальными мазочками сейчас делаю отражение потому что у нас здесь красноватые дома и красноватые такие вот люди то есть чтобы они не смешались добавила вертикально отражение где-то добавляю светлых голубых если требуется на водичку и более таких вот зеленая индиго немножко таких оттенков прям вот слегка слегка подпачканной кисточкой затемняю уголочки нашего неба и вот посмотрите поближе ведь я сильно такой пастозности в небе нет там где вот красный с белилами где мы облака показывали да там есть вот такие пастозные отражения отражение домиков вот они эти человечки вот это дама посмотрите видите просто мазочки как бы там не вырисовано как бы идеально ничего выписанного нет небо домики деревья яхта ярко будет солнечно смотреться вот яхты до паруса тогда когда они будут написаны именно пастозно пастозность вот это она дает все равно свое яркость свечения на этом все дорогие мои друзья спасибо за просмотр поддержите канал поставьте лайк этому видео я буду вам за это очень признательна ну а на этом я с вами прощаюсь до скорой встречи в новом видео пока пока пока